Это произведение искусства. Но я однажды ел акулу под шубой. Акулу? Тихо, тихо, тихо. Она уснула. Возьми. Пусть спит. Отдыхает. Пусть поспит. Шура, 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 все же закончилось хорошо. Ну, а вот и тут сырость развалить, понимаешь? Сколько горя на нее навалилось. Одного полюбила, его убили. Другого схоронила. Наверное, не судьба и быть счастливой-то. Шура, нельзя так говорить. Нельзя. 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 Сергеич, а ты Политова сегодня дергать не будешь? Нет, ну пусть посидит у параши. Там зэки быстро гон разбивают. А завтра он нам сам все расскажет. Может, ты зря его в общую покинул? Все-таки отцы-убийцы там таких не любят. Слушай, все нормально, блин. Я работу подготовительную провел с зэками. Опускать не будут, но и курорт тоже не обещали. Ну, дело, конечно, твое, Сергеич, но… Слушай, а вот скажи мне, у Седова с Политовым роман был? Да нет. Да ладно, что ты его защищаешь? Время-то же прошло. Что? Я тебе серьезно говорю. Нет. Павел Петрович мужик серьезный. Да, я это заметил. К тому же у нее дочь похожа на Аню. О! А где же настоящая дочь? В Аргентине с мамой. Он там служил, работал этим… Ну, военным советником. Ну, ну, ну. Для жены дочери он погиб в автокатастрофе. Пал с моста в реку, тело не найдено. Есть могила. Так что воскреснуть он не может. А вот, и все свои отцовские чувства он перевел на Аню. А это все. Ну, такая простая история. А, очень простая. Ай-я-я-я-я. 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 Наркоман что ли? Типа ломки. Они богатенькие, щас все на хлам подсаживаются. Эй! Божьёшь! Ты что ж, урод? Косёл вонючий! И чтобы ни звука, салабон. Понял? Салабон. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бабуля! Анька, ты меня допугала. Прости. Выспалась? Угу. Лариса уснула. Ларка по тебе так соскучилась. Бабушка, а Максим жив. Ань, может, ты ещё пойдёшь поспишь? Отдохнёшь? Бабуля, мне от него записку передали. Кто передали? Николай Иванович. Это кто такой Николай Иванович? Отец Максима. Максим жив. В Москве. Ой. 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 Баб Шур. Ну, ты что? Ой. Не волнуйся. Ой. А где это он был всё это время? Не знаю. Ну, приедет, расскажет. Пока не звонил. Давай мы с тобой. За живого. Давай, бабуль. Давай. Максим, ваш отец скончался. Мы ничего не смогли сделать. Внезапная остановка сердца. Этого не может быть. Скорее всего, тромб оторвался. Алла Сергеевна ещё ничего не знает. Она сейчас в кабинете у главврача. И мы хотели бы… В общем, мы не знаем, как ей сказать. Ты думаешь, я знаю? Ну, чего ты тут? Успокойся. Иди лучше делами займись. Кстати, познакомься. Это Ира, моя помощница. Ирочка, а это мой сын Максим. Папа умер. В чем причина? Тромб. Первые признаки указывают на это. Мама! Мама! В каталку! Мама! В каталку! Не надо! Отведите меня в кабинет. А вот и я. Анечка, не расстраивайся ты. Ой, простите. У адвокатов всегда много работы. А я завтра найду ещё один какой-нибудь телефон его и перезвоню. Может, Николай Иванович просто решил, что он больше не нужен? А Максим не знает телефон? А откуда он может знать здешний телефон, Ань? Ну, хватит тебя изводить. Держи. Мы тебя столько ждали. Все. Начнем? Начнем. Ну, с возвращением, Анюта. Спасибо. Спасибо. Сели. Да. И начали. Спасибо. Ты что, с тобой все в порядке, Петр Андреевич? Все в порядке, не волнуйся. Так, ну-ка, положу. Ты бы сходил к ней сам, поговорили бы по душам. Чего таится-то? Да. Я скажу, конечно же, обязательно схожу. Просто не сейчас. Ну, если между ними действительно любовь. Чего мне соваться-то? Да. Мне что главное-то? Чтобы с Аней, чтобы с дочкой, с моей… Ну, чтобы все в порядке было. И чем же девка эта мужиков привораживает? Только у меня просьба, графина Васильевна, вы никому не говорите, что я здесь. Ладно, даже сыну не надо. А то через день уже весь поселок знать будет. Ладно. Ладно. Чипா. Здравствуй, Анечка. Как ты? Держись, пожалуйста, мы тебя обязательно вытащим. Все будет хорошо. Я очень хочу тебя увидеть. Целую, Максим. Так. Кузовлев, Кузовлев, адвокат. А, домашний. Так. 151-47-47. Ну, возьми же трубку. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Максим Николаевич, почему же вы ничего не едите? Не хочется Все-таки я сделаю вам бутерброд. Здрасьте. Борков! Здрасьте. Вот, ключи были. Да, спасибо. Так, Андрей, готов? Ну что, пошли, дружок. Здрасьте. Ну что, Олег Валентинович, давайте восстановим всю цепочку событий той ночи, когда вы подбросили яд в стаканчик с лекарствами. Так, Галкин, ну-ка снимай наручники. Андрюш, врубай камеру. Камеру включил? Хорошо, ну начнем. Итак, вы, Олег Валитов, подошли к этой двери, правильно? Проходим-проходим. Ну, подошли к этой двери. И в котором это часу было? Ну, ночью, где-то, там, двадцать минут первого. Так, значит, это было в ноль часов двадцать минут, правильно? Да, в ноль двадцать. Так. В доме, наверное, уже спали? Свет был погашен. Свет был погашен, в доме уже все спали. Вы подошли к этой двери? Да, подошел. А где вы ключ взяли? Так вот, он всегда здесь в двери торчит. Ключ всегда торчит в двери. Значит, проходите. Проходите. Ты крупней снимай давай. Так, подошли к двери? Да, подошел. Что было дальше? Ну, открыл дверь. Значит, открыл дверь. Открывать, да? Да, значит, открывать дверь. Хорошо. Ключик уронили. Ну, открыл. Ну? И что было дальше? Зашел. Ну, значит, зашел. Заходите. Заходи, заходи. Да, снимай уже. Хорошо. Значит, Олег Валитов, ноль двадцать, зашел в дверь. И что было дальше? Я говорю, дальше-то что было? Голкин! Открывай, Олег! Олег, не дури! Правил, сука! Да выключи ты камеру, блин! О, это гадюк, а! Боков, окружай дом! Мужики, следи за окнами! Подследственный сбежал! О, что? Центральный, центральный, я семнадцатый, как слышите, прием! Политов, выйти из дома! Нам нужна подмога, попытка бегства подозреваемого, он забаррикадировался в доме, как слышите? Политов, повторяю, выйти из дома с поднятыми руками! Слушай, чего он хочет добиться, а? Может, в доме есть другой выход? Что? Другой выход в доме есть! Другой выход есть! Есть, есть! Из дома прямо туда вот подземный проход в гараж! А из гаража, из него это пожарный выход! Вон туда прямо! В ту сторону! Туда? Прямо! Ага, вон туда! Беги, Боков! Беги! Да не снимай ты! Ну-ка, стой! Давай поправим! Жалко, нет, зря мне сейчас пообщаться! Мама! Мама! Ну, ничего! Мы же еще встретимся! И обязательно по всем поговорим! Красивая дочурка, красивая! Ну-ка, побежали домой! Давай, деточка! Мама! Мама! Ты знаешь, кого отец защищал в последний раз? Да! Он смог доказать, что она не виновата! Нашли настоящего убийцу! Какое мне до этого дело? Ну, как? Отец был очень рад, что ему удалось вытащить ее! Из-за нее ты чуть не погиб. А теперь вот… Коля не стала. Я не хочу ее видеть. Мама, о чем ты говоришь? Я не хочу ее видеть! Я скоро приеду! Я скоро приеду! Там сначала снег нетронутый! И я по следам! А потом тропинки утоптаны! И все! Домой! Скорей домой! Домой! Ой, Павел Петрович! Олег Политов сбежал! Что? А где ваша внучка? Александра Павловна? Она это… Вот она… Она гулять ушла с дочкой! Вот-вот вернется! Да вот же она! Вы в порядке? Да! Все нормально! У нас тут ЧП! Олег Политов сбежал! Я его только что видела! Где? У озера! Он бежал в сторону леса! Ты не ошиблась? Значит так! Нужно повезти все посты милиции! Вокзалы, аэропорты, пристани! Потому что он без денег и без документов! Сергеич, может сначала прочесать лес? Да там трасса рядом! Он давно уже попутку поймал! Олег сдает квартиру на Малой Бронной! Я думаю, что скорее всего он пойдет туда! Правильно! За деньгами! Адрес! О, есть у меня в мобильнике! Есть! Забит! Сейчас, одну минуточку! Закончу это дело и… Надо же так! Пиши букв! И поехали! Малая Бронная! Так, дом! Ага! Квартира! Есть! Все! Удачи вам! Спасибо, Павел Петрович! Анечка, вам всем придется еще некоторое время пожить! У меня пока этого негодяя не поймают! Это понятно? Понятно! Гулять отныне только во дворе! Это понятно? Есть! 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 Командир, подожди! Слушай, ты случайно не знаешь какой-то… Я не знаю… Нет? А он не сказал, когда выйдет? Кто? Да я, я! Открывай! Ну что, принес? Принес, заходи! Хорошо! Подождем немного! Ага! И сколько будешь платить за немного? Двести в час! Триста! Ладно! Вот так! Триста! Оплати, когда будешь? Триста! Дачи-то возьми! Потом! Тогда я на дачу еще подожду! Так, ну все! Триста! Козел! Ты привел за собой хвост! Да я вообще сюда идти не хотел! Давай сюда! Черт! Быстрей! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стоять! ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здрасьте. Здравствуйте. Милиция, уголовный розыск. Вам сдает квартиру Олег Политов? Я, я, это вот так. Позвольте пройти. Когда вы видели его последний раз? Вас? Его когда видели последний раз? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вы немец? Я, я, я. Да. Сегодня Олег Политов приходил. Тудей. Может быть, звонил. Это очень важно. Вы вспомните. Я, я, я. Олег приходил. Приходил? Я, я дал ему пять тысяч долларов. Рублей. Долларов. Долларов. Он собирался покупать новое авто. И очень просил эти деньги в счет будущей… Оплаты. Я, я. Понятно. Мы с Николаем Ивановичем были знакомы давно. И скажу со всей прямотой, Николай Иванович обладал добрым сердцем. И если он кого-то защищал, то бросался на его защиту с необычайной храбростью и отвагой. Он любил тех, кого защищал. И всегда выигрывал процессы. Что еще сказать? Таких людей, единицы. Да будет земля тебе пухом, Николай Иванович. Я сейчас вернусь. Я сейчас вернусь. Сынок, ну куда ты ушел? Там люди об отце говорят. Мам, Нера позвонила, сказала, что тебе плохо. Я вернулся с полдорога. Ну, мне уже лучше, но я никак не могу понять, куда ты рвешься сразу после похорон отца. Ну, как ты можешь? Ты ехал к Анне? Да. Да. Ну, даже когда отца в операционную увезли, он только о ней говорил. Ты иди, мам. Я поеду. Так будет правильно. Ну, все, Лариску я уложила. Спит. Сопит в две дырочки. Хорошо. Анька, а может, у нас с тобой все наладится? И будем мы жить нормальной жизнью. Бабуля, а я уже не верю, что я могу нормально жить. Алло. Это ты. Нет, не дома. Мы у Павла Петровича Седова. Дом? Какой дом? 47. Дом 47. Рядышком. Хорошо. Ань, кто? Кто звонил? Ань. Максим. Ой, где ты, бабушка? Господи. Держи, держи. О, господи, господи. Бензин кончается. Надо заправляться. И этот бензин оплатите мне вы. Чего? Ну, так не договорюсь. Это ваши проблемы. Оплатите, никуда не денетесь. Иначе я вас выкидываю, как котят. Ну, что, подождете, ребятки? Добрый вечер. Второго. Пожалуйста. Олег, ты че? Слышишь? Хороший, а? Все разбавляйте? Что такое? А ну, вылазь! Вылазь, тебе говорят! Вылазь! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА В смысле, ты че творишь-то, а? Ты че, совсем с ума сошел? Если у тебя есть деньги, заплатите этому мужику. Я могу вернуться! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вино питает мощь, равно души и плоти. К сокрытым тайнам ключ, лишь только в нем найдете. Браво! Угу. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто звонил? Не знаю. Может, ошиблись номером? Что-то случилось? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне нужно уйти. Как? Куда? Я думала, что ты останешься, и Олег сбежал. Кто меня защитил? Поехали со мной. Ну, я не готова. Я… Я не могу спать в чужом доме. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мне нужно срочно уехать. Я потом тебе все объясню. Извини. Ну, уходи. Уходи и больше не возвращайся. Я не хочу тебя больше видеть. Ты слышишь меня? Ну… Нормально? Анька, красота. О, а модно как? А волосы? Нормально? Волосы? Нормально. Хорошо. Бледная ты только. Это вот. Бакбовля. Ань, а я ведь ворота на крепкий засов закрыла и подпорку поставила. Анька, ничего. Я открою. Если не что, там телефон звонит. Стасик, а ты что, новую машину купил? Чего сидишь? Давай вылезай быстрее! Она жива? Какая разница? Давай быстрее, накрывай багажник. Давай быстрее, помогай. Засовывай ее, засовывай. Закрывай. Поехали. Садись. Тормас. Кто это? Это я, Шура. Павел Петрович. Что у вас там происходит? Ой, Павел Петрович, у нас-то что происходит? Максим Кузовлев к нам приехал. Хорошо. Никому не открывайте. Вы меня поняли. Ага. Все поняла. Ага. Все поняла. Ой, приехал. Ой, иду бегу. Чего бегу? Здрасте, Баб Шур. Здравствуй, Максим. Вот ведь как. Ну, пойдем-пойдем дома. Подожди. Вот дура-то я старая. Аня где? Она разве не дома? Нет. Она побежала тебя встречать. У ворот там никого нет. А где она может быть? Аня! Машина подъехала, а она побежала тебя встречать. Ой. Ой. ПОТИЖАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот здесь следы другой машины Так, спокойно разберемся Ваша Волга развернулась и поехала в сторону шоссе Да, а эти следы ведут вон туда Понятно Раз вы не встретились, Аня могла уехать только на этой машине Зачем? Так, это хороший вопрос Она ведь могла уехать не по своей воле Не понимаю Садитесь в машину, проскочим в поселок, пока след свежий Субтитры создавал DimaTorzok Все, мы их потеряли Надо понять, что произошло Едем ко мне, поговорим с Шурой Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ой, ой, Анька. Ой, 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 Анька. Ой, ой, Анька. Ой. Анька. Анька. Ой. Я не дам тебе убить Аню. Ты что, влюбился, что ли? Ты не собираешься с ней ничего делать. Ну, подпишет она мне отказ от завещания. Ну и все. Отпущу я ее. А на хрена вы тогда машину угоняли? Мужик уже, наверное, Вентурус заявил. У меня не было другого выбора, ясно тебе? Да что ты волнуешься? Ну, отгонишь ты ее потом на трассу. Все дело с концами. Я тебе обещал сто тысяч балксов. Значит, я тебе их дам. А ты ее пальцем не тронешь. Сдалась она мне. Ну, связать ее надо. Чтобы не избежала. Веревку найди. Живо! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА